который сплиттеры и трансформаторы занимался тем, что все данные, добытые где-то извне, в всяких разных социальных сетях или на тех же email серверах, преобразовывал в единый формат, потому что, поскольку мы хотим потом в итоге все-таки искать в этих данных что-то, находить что-то для того, чтобы иметь какое-то сырье и наказательную базу, хотим мы их искать в максимально унифицированном формате. Дальше следует Retrieval API, который представляет собой каталог уже конвертированных данных, сложенных с метадатой вместе в базу, с возможностью доступа, так скажем, к этим данным, и предоставления этим данным во внешние системы для их непосредственно индексации. Одна из них опять же нами писана, но это отдельная история. Внутри этого самого Retrieval API также у нас был написан сервисок, для того, чтобы не перегружать ни фейдж-сервиса, ни трансформацию, в которой объединял отдельно скаченные куски, ну, например, отдачим, засунуть сообщение. В одни файлы и менеджер это делал. Ну и служебные, так скажем, компоненты. По всей этой платформе у нас была настроена и реализована интеграция с HustleCorp Vault. Есть такая штуковина, которая умеет генировать сертификаты, менеджить их, предоставая им доступ к интеграции с облаком ОВС. И эдакий сервис-будильник, который называется Schedule API, в котором ввелся и ведет весь менеджмент всевозможных крон-подписок, так назовем. Ну, их по большому счету, точнее, есть и внешних, в интернетах, в принципе, на валу. Но поскольку система достаточно закрытая, хотели бы это все дело иметь внутри, и плюс нам нужны прибыль какие-то специфические функции и функциональности. Последнее, это выставленные наружу API для предоставления интеграции данных от партнеров. Сколько у кастумеров наша контора достаточно старая, есть у нее некоторые договоренности, опять же, например, с теми же сотовыми операторами. Сотовыми операторами в определенном формате отдают собранные данные с SMS к ММС к нашему кастумеру, и у кастумеров, кстати, до сих пор он выставленный API, куда они это делают. Так вот, примерно такая вот штука родилась у нас. Но потом происходит следующее. Наш заказчик покупает своего прямого конкурента, в котором, ну, понятно, есть уже какая-то своя система, в которой есть какие-то свои принятые практики, что ли, разработки. И для нас это оказалось проблемой. Проблема заключалась примерно вот в этом. Кастановик с кастумера, ну, не кастумера, ну, принятый, конечно, тоже находился в Штатах, но кастовные центры разработки в одной достаточно далекой, небезызвестной стране, с другой стороны океана, и их там было достаточно много. Более того, естественно, поскольку хочется надеяться, что у нас кастумер был все-таки крупнее, чем конкурент, который он проглотил, за основу дальнейшего пути для развития решили взять то, что делали мы, то есть вот то, что было на предыдущем слайде, нашу платформу. Но у нас, именно здесь, в ИПАМе, недостаточно много экспертизы было по конечным вот этим вот 80-ти ченнелам. Поскольку мы люди привлеченные, саму платформу мы написали, кое-какие каналы, естественно, написали, реализовали и подключили. Но вот те люди, которые пришли извне к нам, у них вроде как было достаточно много опыта, работы с всеми остальными, там, 70+, еще не покрытыми нами каналами, и они знали, как с ними работать. То есть все внешние API, социальные сети, еще кого-то, они вроде как знали, как это делать. Но, опять же, скажите, пожалуйста, кто-нибудь когда-нибудь был в каких-нибудь таких очень густо населенных, но бедных странах? Ну, там, я не знаю, в Каире, в Египте, например, были. Нет, ладно, у нас народу мало. Ну, денег, да, но народу мало. Я говорю, скорее, про какие-нибудь Китай, Индии, Египет, опять же, тоже какие-нибудь арабские бедные страны, что-нибудь такое. То есть по улицам ходил, видели, вообще что там, в принципе, происходит. Так вот, поскольку основной персонал, основные эмплои, которые к нам прилетели, которые мы вроде как можем попользовать, потому что они вроде как что-то знают, были из одной из таких стран, мы не хотели, чтобы получилось что-нибудь такое. То есть если у человека или недостаточно знаний о окружающей среде, или достаточно низкий уровень инженерии, в определенных, так это назовем, не будем говорить в общем случае, областях, то отдельные, может быть, даже красивые и хорошие куски в общую картину иногда собираются очень плохо. Собственно, что мы начали делать? Это мы начали анализировать, что у нас есть. У нас на тот момент времени вот все те компоненты, которые были, были плюс-минус обычные микросервисы, которые были написаны на Spring, в том числе, по большому счету, нового, с встроенным компетом. У нас была написана собственная кастомная интеграция с HustleCorp Vault, которая умела полностью обслуживать HTTPS с всеми необходимыми вещами по сертификатам кастомным, по их добыче, по их проверке, по авторизации. Дальше. У нас это было все... У нас были написаны библиотеки, подготовленные для работы с базами данных, с полными конфигурациями, баз данных релекционных, в частности, под ГРЭСа и натянутого по вверх Майбетиса. Ну и полная конфигурация работы с Mongo. Опять же, с безопасностью, со всем этим уже готовым настроен. Дальше. У нас есть библиотека, опять же, предоставляющая максимально простой интерфейс для работы с очередями. На данный момент реализация у нас две. Одна из них, ActiveMQ, вторая SQS, ну, которая достаточно простой интерфейс. Вроде как, вызови мета-сенд-месседж, скорми туда месседж, еще мы будем с таком ключе. Проще не будет, настраивать ничего не надо. Ну и последнее у нас есть библиотека, которая, опять же, представляет собой полный сконфигурированный доступ к хранилищам данных. В первую очередь, Amazon S3, ну и пара тестового варианта, вроде, например, файловой системы. Это все уже как бы было, готовое есть. И вроде как оно оттестировано за год там разработки, все везде плюс-минус хорошо работает, все плюс-минус держит высокие нагрузки, нет проблем ни с конкуренцией, ни с чем. Поэтому мы решили это переиспользовать. И начали смотреть на нашу систему. Собственно, на вот этой картинке есть только по большому счету два компонента, которые были нужны вот тому большому количеству людей, которые могли бы добавить новые данные в нашу систему, в новые каналы. В принципе, все плюс-минус дженерик, модели все плюс-минус дженерик, поэтому необходимость была только в двух компонентах. Первый из которых – это добыча данных или же фейдж. Ну, API разные. У всех разная авторизация, аутентификация, нюансы хорошо бы знать. Плюс сами по себе API могут быть разными, достаточно разветвленными. Ну и, собственно, поскольку данные опять же принятают в разном формате, второй сервис, который нужно было рассматривать, это сервис трансформации этих самых данных в нашу canonical модуль, как она у нас называется. Общая модель. Что вы начали после этого делать, как вы, собственно, решали проблему запуска большого количества людей, незнакомых с кодом, на окологотовую код-базу и, скажем так, с желанием максимально не пустить их к уже существующему положенному руку на сердце, делать мы начали примерно следующее. Все наши замечательные, готовые подготовки, библиотечки настроены, отлажены код, мы попытались максимально изолировать. Ну и стандартными, все это у нас написано на Java, поэтому Java с листвами, прикрутив к ним Spring к автоконфигурации, библиотечку на ClassPass закинули, все магическим образом доработало. И начали разрабатывать выставленный внешний интерфейс для взаимодействия потенциального привлеченного кода с нашим уже готовым плюс-минус сервисом. Поэтому мы разработали два интерфейсных STK. Один из них предназначен для фейнчинга данных, второй для трансформации этих самых данных. Обернули все это дело мы в движок, в котором все это дело крутится, который умеет со всем этим работать. И попросили вот то большое количество людей, которые к нам пришли, без знания платформы, но со знанием вроде бы цепляем. Кстати, плагины на базе нашего фейчистки. По большому счету, ничем это принципиально не отличается от миллиона уже готовых решений. Естественно, мы все это подсмотрели. Контеризации, даже банально, если мы говорим про Java, сервер приложений и приложений. Взяли приложение в основном, сервер половину всего предоставил. То есть мы написали только там какой-то условно небольшой код приложений. В принципе, идея плюс-минус старшая. Но для решения конкретной задачи в конкретных условиях и обстоятельствах. Что мы попросили сделать на примере фейч-сервиса, в частности, для добычи данных, привлеченных сотрудников. И что, таким образом, скажем так, мы им помогли. Мы выставили некоторое количество интерфейсов, первое самое главное из которых, собственно, интерфейс экзекьютора фича. Куда мы, или же наш движок написан и предоставляет пару служебных объектов. Первый из которых это фейч-экзекьюшн, который представляет собой все возможные настройки, собранные по всей системе, для того, чтобы можно было выполнить фейч. Данные по авторизации, данные о предыдущих выполнениях, ну, по большому счету, как-то примерно так, контекст и настройка. В общем случае. Для этого создались пару объектов. Настройка общей джобы для добычи данных, где лежат, опять же, же это, например, авторизация и данные по авторизации. Настройки самого фича и его состояние. Ну, в некоторых ситуациях, например, для того, чтобы забирать большое количество данных из каких-то пиев, нужно, ну, например, сохранить курсор. Соответственно, сюда можно было, ну, предоставляли возможность положить сюда курсор, для того, чтобы на следующем ране код плагина мог его забрать. И последнее, служебный интерфейс и служебный набор утилит, которые позволяли спрятать всю инфраструктуру вот тех, того большого количества пиев за условными объектами, как мы их назвали, байклайнами, которые предоставляют возможности по скедулингу дополнительных экземпьюций, по сохранению данных, по трекингу этих данных, опять же, через сеттинги стейты. И опять же, за этими интерфейсами мы спрятали весь доступ к базам данных и к сохранению ресурсов. Соответственно, вот это вот мы попросили, ну, первое, попросили реализовать привлеченных сотрудников, остальные два, отдавали им для пользования, спрятав всю нашу фоткополтную майку за день. Мы решили тоже, естественно, немножечко попросить им жить и помочь. Мы разработали еще парочку интерфейсов более конкретных, которые можно было реализовать, которые уточняли служебные объекты, которые прилетают, что ли, для использования в код плагина, код экзекьютора, первый из которых это HTTP реализация, которая, кроме всего прочего, умеет по заданному шаблону выполнять какие-то HTTP-коны, по большому счету, ничего нового. В такой ситуации для кода плагина было достаточно взять настройки джоба, засунуть нужный фил в курсор и дернуть вот такой вот метод. После этого весь служебный год, который был написан нами, договаривался со всей окружающей инфраструктурой, безопасностью и со всеми остальными, ушел за какими-то конкретными данными выдавал объект HTTP-респонс, опять же, по большому счету, по мне, так похоже на обычный сервлет, однако сильно и глубоко спрятанно с минимальной возможностью это сломать, потому что не так много всего было выставлено. Пара, естественно, утилитных методов и вторая реализация, поскольку на сегодняшний день ну, я не знаю, может быть, процентов 60-70 на вскидку API-ов, тех же социальных сетей дэв-данные в формате JSON, часто бывает, что необходимо, ну, например, отдали вам JSON, в которой есть текст сообщения какая-нибудь data customer и линка на attachment, например, к этому сообщению. Их в некоторых ситуациях надо докачать, поэтому тут же в фиче мы предоставили возможность пробегаться по этому JSON и его, собственно, unmarshallить. Реализации таких мы, на самом деле, написали H3, одна из которых REST, которая работает с JSON, вторая из них работает с XML, потому что он еще никак не помер пока. Ну, и, собственно, такие вот хелперы помогают минимизировать достаточно значительно всякий разный boiler plate-код, так его назовем, в плагинах, когда можно сказать, пожалуйста, вот на таком пасу, если ты увидишь объект, ты его вот сюда вот выними, и вот этот хендлер, где этот хендлер, например, запланирует дополнительную закачку или достанет какие-либо потенциально необходимые NPR для трансформации данных из этого объекта. Поехали дальше. для того, чтобы все это настроить, мы также попросили разработчик плагина, опять же, на примере феча, повесить на экзекьютор вот такого рода аннотацию, которая позволит немножечко подстроить, в общем, этот самый нами писанный фреймворк для плагина и для более удобного его использования. В частности, можно было бы задать какой-либо класс, куда бы десериализовались настройки или же объект контекста потенциальных предыдущих выполнений, настроить, скажем так, имя или как у нас это называется протокол, который будет использован для выбора трансформатора для этих данных в общую модель и, собственно, обозвать каким-нибудь образом сам экзекьютор для того, чтобы заскедуленная джоба по протоколу, который в нее засунут, могла выбрать именно нужный экзекьютор, пойти на нужный API и дергнуть нужный соответственный код. Вот это мы попросили сделать от, собственно, привлеченных разработчиков. Собственно, как это плюс-минус работает? Опять же, я не думаю, что тут будет что-то новое, потому что работает оно похожим образом на 99% того, что работает в контейнерах на Java. Мы написали некоторый discovery механизм, он в самом уже нашем движке понятный. который пробегается и сканирует класс-пасс, ищет реализацию интерфейса, который был теченец-бюджерный, все, что от него растет, понятно. Считывает с них аннотацию, заводит у себя внутри весь маппинг, то есть, если вдруг прийти такой-то протокол, вызвать такой-то код, и заводит весь маппинг для классов десериализации контекстов, настроек и тому подобное. Собственно, по большому счету, опять же, ничего нового принципиального. Ну и как это плюс-минус работает? Общий флоп у нас получился примерно такой. Есть наш скедулер API, скедулер сервис, который работает просто будильником. Он периодически входит в базу, достает записи этих самых executioner в job. Если вдруг видит, что на данный момент что-нибудь запланировано, он берет эту job и отправляет очередь для выполнения. Самое главное, что есть в этой очереди, есть в этом самом сообщении очередь, это тот самый протокол, который, если помните, настраивался анонтацией фич на собственной экзекьюторе. Далее, наш код в движке фича ранят слушать эти запросы, вынимает сообщение протокол и идет на свой заранее просканированный класс пасс для того, чтобы по протоколу достать реальный код экзекьютора, выполнителя этого самого фича, ну и скармливает, предварительно трансформировав, используя предыдущие макринги по классам сеттинги, контекст, скармливает сообщение собственного экзекьютора. Отдавая ему опять же все те же служебные утилиты, за которыми прячется все взаимодействие с нашими API, которое позволяет сохранять добытые данные, которое позволяет их прочитать при необходимости, ну и сделать дополнительное движение движение скармливает прежде не мало. После чего этого, после того, как все это отрабатывается, после того, как все ресурсы сохранены, опять же, движок после окончания отработки экзекьютора отправляется сообщение обратно в наш будильник, что все хорошо, все замечательно, можно пометить экзекьюшн, как выполненный, ну и может быть, если тебе это хочется запланировать следующее. Вот примерно такая схемка у нас получилась. Я так понимаю, что с первого раза я имел, конечно, пенсии, но, конечно, это в принципе ладно. Главное, чтобы везде вы поняли. Вот. Цель примерно такая. Собственно, что произошло дальше? Помню, что людей у нас много, более того, у нас есть много кастомных интеграций с AWS-овскими сервисами, еще с чем-то, поэтому показала практика, до того настроить полностью аккумуляцию рабочей системы для разработки на машине конкретного девелопера, ну, в зависимости от уровня девелопера занимает от, ну, пускай, двух дней, ну, до недели, в худшем случае, потому что это очень много всяких разных пенов, туннелирований, ну, есть, короче, проблемы. Вот, поэтому начали мы задумываться о том, как бы это нам сделать так, чтобы человек пришел на проект, магическую кнопочку нажал, и вот вся вот эта магия разгрынулась. После некоторого размышления решили мы это сделать, да, вот эта магия, решили мы это сделать следующим образом. При сборке всех наших приложений, кроме самих приложений, которые летят куда-то в репозитории, которые потом деплоятся, опять же, куда-то на environment, мы еще решили собирать с использованием доп-плагинов собственно классы. Поскольку это Spring Boot, естественно, он распакуется в Executable Dark со всеми депрендентами, по умолчанию ничего не было доступно для того, чтобы это переиспользовать, поэтому прикрутили дополнительный плагин и начали собирать еще и классы самих приложений, но без зависимости. Опять же, выкладывали это репозиторий. Дальше, мы позаботились о том, чтобы максимально замокать все наши потенциальные сервисы, причем не просто замокать их, ну как-то сказать, в тесте, верни что-нибудь, а написали плюс-минус реальную эмуляцию, например, для хранилища данных это работает, пожалуйста, со своей файловой системой, для безопасности, ладно, воткнули пару готовых сертификатов для того, чтобы не приходилось заморачиваться тем, что куда-то за ними надо идти, для очередей взялись, замокли все это дело в памяти на ActiveMQ, то же самое сделали с базами, и родили библиотечку, которая у нас называлась Test Framework. Взяли классы, взяли фич, движок, собрали Java, экзекьютор нужен в этот раз, ну ладно, экзекьютор был, класс приложения в этом написали. И что после этого получилось? Приходит разработчик к нам, делает раз, добавление библиотеки на ClassPass, два, JSON-ину с теми настройками, которые он ожидает ему полетятся скеттлеры, и три, пишет вот такую устройку кода. Собственно, все. У него все после этого работает локально, без никаких дополнительных настроек. поэтому, как мы знаем, любой нормальный опытный инженер перед переходом дороги посмотрит не только туда, откуда машина едет, на всякий случай в другую сторону. Мы решили попробовать сделать то же самое, и в принципе у нас это около получилось. Тот код, который мы потом получили, вот на базе всего того, что мы понаписывали, получился маленьким, аккуратненьким, красивеньким, и на самом деле ценнослабанным. Поверьте, я делаю его предыдущий код. Он глушен. Когда людей ограничили и заставили делать только то, что надо, и ничего более, получилось плюс-минус меняем. Поэтому, в принципе, если у кого-нибудь когда-нибудь по коду же задача возникнет, можете попробовать сделать все непохожее. У меня по большому учету на этом все. Всем спасибо за внимание. Здесь обратно.